здесь очень странно я думаю чип отвалился точно не понял почему то снизу 160 градусов почему они отваливаются ребят всем привет я думаю что у любого мастера был такой неприятный момент когда у тебя есть какое-то устройство которое решили пустить на запчасти и ты из этого устройства все выдираешь там там кусок выдрал там кусок выдрал там кусок выдрал и у тебя уже стоит от него там буквально хребет и тут что-то происходит и оказывается что это устройство нужно восстановить например и отдать и вот именно этим мне сейчас и приходится заниматься к сожалению а предыстория примерно следующая мне принесли ну а дальше увидев включенные камеры меня понесло и я начал полчаса рассказывать то что можно рассказать буквально за две минуты если вкратце и мне принесли три платы на ремонт но вы должны понимать что ремонт это не только супер пупер приборы это не только супер пупер мозги но и самые обычные деталюшки которые к сожалению у нас не растут их нужно заказывать что кстати не проблема а проблема это их ожидания ребята не хотели ждать и говорят мол у тебя есть три платы наши две давай нам рабочие а третью пускай на фарш чтобы эти две завести и вот самая самая сложная проблема выбрать из трех плат ту которая пойдет на фарш понятно что логически нужно выбрать именно ту плату ремонт который самый сложный и нецелесообразный внешне они все выглядят нормально нет какой-то платы которая была бы гнилой или там что-то побитый или вот ну как то чтобы ты вот прямо глаз зацепился ты сказал не она какая-то нехорошая мы ее кидаем на фарш они все нормально естественно я подключил питание посмотрел сколько чипов видит но это опять же ни о чем не говорит пример одна плата видит ноль чипов другая плата видит 20 а третья плата видит 30 логично предположить что та которая видит 30 она достаточно легко восстановится та которая видит 20 чуть сложнее восстановится и так где ноль чипов вообще будет очень очень сложно восстановить но на самом деле это не так дело в том что все чипы здесь включены последовательно и ты заранее никогда не можешь знать сколько чипов у тебя дохлых даже если плата видит 20 или 30 чипов то для того чтобы убедиться что проблема именно на двадцатом или на тридцатом чипе ты просто эти чипы меняешь и если все окей ты уже увидишь дальше где у тебя есть проблемный чип ты также его меняешь и только потом ты видишь дальше проблемный чип понятно что так как на плате 63 чипов если у тебя есть какая-то плата на которой видится 62 чипа или 61 чип то тут понятно что у тебя может быть 61 62 либо 63 дохлый либо все три сразу то есть максимум 3 а когда у тебя видится 20 или 30 то ты можешь поменять на одной плате 20 и у тебя все сразу станет хорошо а там где 30 тебе кажется что вообще еще меньше ты можешь поменять и 30 и 32 и 34 и 37 и 42 и пол платы перри пахать в качестве фарша я выбрал первую плату просто без никаких причин просто первая плата будет вашем ну и разобрав немножко первую палату я восстановил вторую плату дополнительно до разобрав первую плату я восстановил третью плату но с третьей платы все не так просто она виде 63 чипа она работает все прекрасно но раз где-то в 10 минут она всю систему перезагружает я мучился и температуры смотрел и частоты снижал что я только не делал ничего не помогло и я решил что все таки у меня фаршем будет 3 оплата а первую нужно восстанавливать уже используя детали из 3 да конечно обидно что столько работы блин проделаны зря но результата здесь нет в результат по ходе там понятно что на столе она работает на прогоне но они работают опять же может быть это из-за башки может она блин рабочая просто ну дам башка должна там быть немножко другой прошивкой как-то нам там немножко должна по-другому работать но опять же вот у всех вот этих в нише и не в нише и у них там идет список вот этих вот с девятых ты качаешь один и тот же файл и там написано что он поддерживает и это и это и это и это короче я отсюда уже снял микросхему я снял дроссель 12 вольт идет через дроссель очек потом лет на микросхем у меня это все отгорело и сейчас я просто запущу для того чтобы убедиться что есть на этом доме не 18 вольта и потом отсюда сниму один из чипов а потом уже сниму все 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 чипы и закину себе коробку и подготовлю чтобы у меня было огромное количество чипов чтобы если вдруг что-то мне потребуется то я смог быстро отремонтировать не тратил время на подготовку чипов сейчас будет очень громко но главное чтобы убедиться что появилось напряжение и там есть 18 вольта что мне и требуется извините за шум я буду стараться не разговаривать когда когда идет какой-то сумма или разговаривать очень очень громко но такова специфика работы с этими аппаратами слишком много шума башка болит но что поделаешь но здесь но для нас подаваться да вот есть 1195 и кажется здесь должно выходить 1 и 8 до 18 есть я подумал что наверное где-то я возьму вот отсюда в серединке давайте его пока сниму то кстати если присмотреться то многие теплоотводы кривые это говорит вот например вот здесь смотрите в этом кривое это говорит о том что устройство грели таким образом что это все поплыло давай падать все упал теперь ставим чип сейчас снимаю отсюда в чип и ставлю его туда ну естественно предварительно подготовить мы в общем я прижимаю чип феном здесь конечно удобнее поставить насадку которая меньше меньше диаметр но неудобно будет снимать чипы а постоянно перекидывать насадки тоже не вариант поэтому страдаем наношу небольшое количество флюса здесь видно что пузо такое какое-то серое как будто немножко она окисленно и немножко его пролудим красиво и аккуратно пузо расплавляется весь припой уходит под низ и прижимает эту микросхему телами поверхностного натяжения к плате и все она никак не может больше сдернуться абсолютно здесь очень странно я думаю чип отвалился точно не понял почему-то снизу 160 градусов почему они отваливаются такое ощущение как будто здесь кто-то ее уже ремонтировал ремонтировал на какой-то низкой температурном припое прям очень низко то есть не на то что на без свинцовом вообще на каком-то розе или сплав вуда но не может она блин при 140 градусов снизу поплыть не может и так плата остывает такая градусов 40 50 и давайте 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 посмотрим что тут у нас потому что я паял чтобы хотя бы короткого не было для здесь есть проблема с тем как запаян либо этот либо это чип либо оба сразу ну так внешне вроде бы нормально но дорожки не прозваниваются то есть как будто нет нет связи сейчас я запущу и по напряжению убедимся что это именно так и так сигнал рай должен отсюда пройти 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 и прийти отсюда но я думаю что он будет вот так идти и где-то здесь он должен оборваться например здесь он еще будет здесь наверно тоже что будет а здесь уже все оборвется 7 есть есть нет то есть я припаял плохо либо он сам очень видно что плата сделала несколько попыток и везде 0 то есть но это понятно и ранее проходит поэтому еще раз на стенд и тут либо вопросы с микросхемы либо я плохо ее запаял я сейчас попробую но она чуть-чуть относительно центра криво стоит я сейчас ее попробую нанести небольшое количество флюса и немножко ее поправить даже ты когда смотришь с этой стороны ты смотришь под углом и тебе кажется что здесь уже вот такие вот огромные с той стороны мало и поэтому нужно вот так а тут и над башкой камера и хочется все показать кроме своей макушки но это я себя оправдываю на самом деле она бывает криво встает конечно сейчас просто такая попытка получится не получится но если не получится то я просто его сниму еще раз перекатая и еще раз поставлю я не знаю чудо не произошло такое ощущение что у меня просто битая микросхема чуть-чуть зацепила этот отвалился он тоже на каком-то низкой температурном они походу все на низкой температурном потому что вот я перестал уже дуй да я его просто взял и ну вот этот ты смотри все такое 140 градусов снизу я в шоке не ну понятно что это место нагрелась но не не до такой же степени и тут видно что все серое все кому-то еле-еле держится в общем хочу сделать эксперимент насколько я понимаю здесь на плате донора которая была рабочая блин все с припоем нормально и я еще раз очень сомневаюсь что имеет смысл эту плату восстанавливать то что ну да я сейчас потрачу время добью чтобы она работала но опять же ее будут гнать как обычно все их гонят температура там будет под 90 градусов а это как раз на грани того чтобы этот припой который там припаял начал плыть для эксперимента сейчас дую специально под этот чип температурой не 140 градусов а 180 градусов и вот я смотрю что он нормально держится но сейчас мы эксперимент немножко добавим сейчас я сюда дует для того чтобы я мог этот чип снять и после того как я его сниму я снова пошатаю данный теплоотвод я думаю что я не смогу его снять держится и чип тоже сложно выпаивается там вот чуть-чуть нагрел и он уже вылазит здесь вот его надо прям греть греть и греть я думаю что на ребята из китая перепутали они должны были наверное одну сторону мазать нормальной пастой вот на которой сажаются компоненты а потом сверху они уже должны были или снизу ставить вот эту вот легкоплавку пасту ну не все держится хотя иду именно под этот теплоотвод то есть под него иду и 180 градусов и вот здесь только что снимал и вот он нормально греется держится на той же платье чуть-чуть тронешь и он все заваливается смотрите чип снялся точнее чип радиатор снялся а чип на платье то есть здесь он запаяно хорошо нормально как и нужно жаль что плата глючит конечно же и жаль что я не могу найти кстати вот эти вот все тестеров и реестр и может кто пользуется подскажите как вообще вещь не вещь стоит она своих 200 баксов или не стоит в общем установил чипы но честно говоря даже не установил а поменял чипы им потому что эта плата это просто нечто во первых сами чипы они сделаны и точнее покрыты каким-то компаундом который даже более легкоплавки более мягкий чем клей и вот родной чип при попытке его почистить у него точно также сколот но я думаю что просто корпус колол то есть до кристалла я не достал но остальные чипы которые я случайно пошевелил я просто-напросто поменял более того даже меняя я допустим вот этот пошевелил и естественно вот эти чипы я уже выкинул то что их нельзя почистить потому что они просто рассыпаются и уже поставил чипы с платы донора да вот кстати донор у меня сейчас уже вот так выглядит все чипы я с него снял и теперь у меня есть доска которая кстати очень удобно например ты случайно какие-то компоненты сбил допустим на вот этом чипе ты просто берешься этого чипа компоненты прямо вот отсюда и ты переставляешь что данное тоже удобно ну и иногда нужно что-то промерить там что куда идет и вот такая вот пустая доска это реально удобно и реально помогает но имейте ввиду что этих из девятых есть несколько разных типов и немножко разные трассировки так что не факт что ваша плата будет прям сто процентов как эта доска но тем не менее она очень очень помогает почему очень очень и очень и очень и очень говняная плата сейчас буду запускать надеюсь что она заработает ну или по крайней мере будут какие-то подвижки я очень сложно это все паял потому что я уже по максимуму снизил температуру я понимаю что температуры недостаточно то есть это видно что он так еле-еле ложится но ты понимаешь что сейчас там сделаешь там какую-то холодную пайку или не досадишь его этот чип но тем не менее температуру повышать ты боишься потому что сейчас случайно уплывет какой-то не дай бог соседний чип более того после того как я не припаял ну там ждешь там секунд двадцать-тридцать видно что уже припой схватился то есть припой остыл ты уже микросхему не сдвинешь и я просто беру ватной палочкой и немножко снимаю остатки флюса чтобы плата была более чистой пока плата горячая это все легко делается и вот она там градусов 100-120 и просто вот рядышком так проводишь и раз и смотришь как у тебя на ватной палочке остались куча там компонентов потом давай их выколупывать и ставить обратно давайте посмотрим что сейчас будет заведется не заведется сразу пройдемся посмотрим по сигналам по крайней мере по и рай сигналов давай запуск работай малыш работай так как майнер это дорогое удовольствие поэтому дорогие платы нужно ремонтировать дорогим устройством хотя на самом деле если есть если у вас мозгов нету то сколько бы не стоил прибор это абсолютно не так вам не поможет отремонтировать то есть если здесь появится 1,7 вольта значит и рай по крайней мере в этой точке доходит так как мы ковырялись вот здесь то это означает что он проходит в том где мы ковырялись чуть-чуть поменялись обороты сейчас вот-вот появится вот-вот вылетит птичка о 2,2 вольта ну да все правильно то есть 1,7 это относительно вот этого если измерять потому что выход вот этого идет сюда а этот домин уже 0,7 меньше получается этого получается 0,7 плюс 1,7 и того получается 2,2 все классно значит плата уже начала работать по крайней мере рай рай проходит но по крайней мере здесь проходит давайте посмотрим доходит ли он до конца 2,2 есть здесь вот здесь вот будем смотреть самая ближайшая точка которую можем увидеть 1,8 вольта все прекрасно рай проходит дальше уже пошли все сигналы там клоки БО, ЦО, РСЭТ и так далее и так далее и теперь смотрим в контрольку и о, ты смотри он даже сбавил обороты ух ты потребление у него 300 ватт 300 ватт значит он, но 300 ватт это конечно же маловато должно быть ватт ватт 400 плюс но тем не менее о, пошел процесс, пошел процесс почему-то 41 так, так, так вот, у нас видится 47 асиков то есть 47 чипов рабочий 47 это означает все вот эти их тут 30 штук и еще часть вот этих рабочих так, вот у меня 48 и давайте посмотрим если он в виде 47, то скорее всего проблема либо в 47 либо в 48 так как сигнал у нас вот так вот проходит то смотрим на последнем ряду перед проблемным, что у нас происходит КЛОК есть СО есть, прекрасно РАЙ, прекрасно так, БО есть хотя странно почему БО должен быть около нуля и РСЭТ есть выход 47, 08 КЛОК отлично 1.3 отлично РАЙ не понял РАЙ должен быть 1.7 так, смотрим РАЙ на входе да, на входе будет 1.7 ну вот так 1.7 то есть это выход предыдущего идет на вход этого вот он здесь 1.7 прекрасно значит здесь он тоже должен быть 1.7 а здесь 0.9 видимо этого достаточно для того чтобы вот этот вот имея на входе 0.9 подумал, что все ОК и передал дальше, что все ОК но видимо это недостаточно для того то есть чип скорее всего битый и не может сюда выдать 1.8 так, смотрим дальше тут 1 и РСЭТ у нас тоже 1 а на входах здесь у нас что? КЛОК есть ЦО есть 2.1 1.7 и РСЭТ 0 так, мне не нравится ИРАЙ который отсюда уходит он подпаян все с ним нормально так, и РСЭТ очень удобно, что можно посмотреть в соседнем домине и еще в одном соседнем домине и методом голосования понять что если везде по 0.5 а здесь 1 то ну явно явно что-то нехорошо либо здесь нехорошо либо здесь нехорошо разворачиваем платку и смотрим внимательно значит нас интересует вот эти вот два вот эти два это вот этот и вот этот и то, и то я менял но так внешне вроде бы все классно все красиво так как выход одного чипа со входом другого чипа идет через резистор то я могу этот резистор снять и диодной прозвонкой посмотреть что творится на входе что, творится на выходе Это кстати очень интересная идея Давайте попробую его сдвинуть, этот резистор. Итак, смотрим RA и ничего не видим. То есть это означает, что этот чип либо не подпаян, либо у него внутри оборван вход RA. Чипы все я снял с той платы доски. По идее, плата видела все чипы. Хотя и здесь она, в принципе, вот этот участок видит. Следовательно, раз она видит, значит RA проходит. Ну, вполне возможно, что у меня там тоже были биты чипы. Я напряжение проверял, но я, естественно, проверял не на каждом чипе, не на каждой точке. А вот, ну, примерно то же самое, как я и сейчас сделал. То есть я смотрю, допустим, на последнем домине RA есть. Прошел там через 2-3 домина RA есть, через 2-3 домина RA есть. То есть если он так проходит, то считается, что есть. Хотя здесь вот явно с ним что-то не в порядке, потому что он всего лишь был 1,7. Ну, 0,9 вольта, хотя должен быть 1,7. Ну, давай еще раз смотрим RA. Нет, вот диодная прозвонка ничего не показывает. А выход вот этого чипа. Да, вот здесь что-то есть. В принципе, то же самое можно проделать и здесь, например. Снять один резистор, ну и посмотреть, как оно себя ведет. Но явно, явно здесь вход RA, он должен, должен, должен быть. Ну, давай, что нам тут терять? Нам нечего терять. Здесь должна быть связь. Да, связь есть. Вот выход 0,7. И вход вот этого чипа у нас 0,7. Все прекрасно. И теперь делаем то же самое на этом домине. Вот смотрим выход вот этого чипа у нас 0,7. И вход этого чипа у нас бесконечность. То есть этот чип нужно либо поменять, либо... Сейчас я его сниму, посмотрю, RA вообще звонится у него. Если он не звонится, значит, я плохо припаял. Если он звонится, значит, я плохо припаял. Если он не звонится, то это означает, что чип нужно выкинуть. Хотя, внешне вроде все красиво и аккуратно. Так, ну и вот мне пригодился донор. Потому что я просто-напросто, когда щупом встал на этот резистор, он просто нам взлетел и слетел. Ну-ка, попытаем удачу. Ну, он настолько милый. А, вот он, смотри. Удача на нашей стороне, парни. Не придется тормошить донора. Вот он. Для начала я его просто сниму. Прозвоню RA и дальше уже будет видно. Нижний подогрев занизил до невозможного. Верхний подогрев занизил до невозможного. Аккуратность при работе и манипуляции, точность движения увеличив до невозможного. И все равно страшно. Раз, два, три. Все отлично. RA у него есть, а я его не видел. Это означает, что я плохо его припаял. Теперь я еще раз все это почищу, залужу и припаяю его. Нету. Выход этого чипа есть. Что за хрень? Нормально же припаялся. Ребята, мне кажется, я понял, в чем проблема. Там контактные площадки относительно корпуса смещены. И они, мне кажется, смещены как раз на такое расстояние, что я его ставлю мимо. То есть его нужно поставить не ровно по шелкографии, а его нужно немного сместить вперед. То есть на вот этот маленький контактный площадок. Я сейчас его снова сниму и сравню с другим чипом. И мне кажется, именно в этом проблема. То есть я его не могу поставить нормально. То есть я его поставил как бы ровно. То есть по шелкографии он стоит ровно. Но на самом деле он должен быть смещен вперед, насколько я понимаю. Когда ставит станок, он берет микросхему, подводит ее к нижней камере, фотографирует выводы. И уже по этим выводам определяет, как он смещен и как он повернут. И дальше уже ориентируется, идет и ставит на плату. А когда ты сверху ставишь, то ты ставишь именно по меткам. И у тебя получается не совсем хорошо. И если это будет сейчас наглядно видно, я попробую это показать. Итак, вот она шелкография платы. Вот они контактные площадки. А здесь пузом кверху я расположил микросхему. И видно, что если я немножко выравниваю по линии, то у меня контактная площадка на плате, она попадает, грубо говоря, между двумя контактными площадками на микросхеме. То есть микросхему нужно опускать немножко ниже. То есть она должна быть примерно вот здесь вот, где начинается. То есть шелкография у нас получается, что смещена. Выбавимая микросхему, я ее не очень хорошо нагрел. Я опять же до сих пор все еще боюсь хорошо прогреть, чтобы рядом все не поплыло, чтобы не усложнить себе работу. И вот здесь очень хорошо видно следы именно контактных площадок микросхемы. И видно, что они все смещены. Не критично, то есть оно бы работало, если бы все так были смещены. Но вполне возможно, что микросхема стоит немножко вот так вот повернута относительно своего центра. И вот здесь она не сильно смещена, а уже на самих выводах она смещена достаточно сильно. Поэтому снова подготавливаю микросхему, снова ее ставлю. Но уже когда буду ставить, буду ставить ее там где-то с полмиллиметровым зазором от линии. Надеюсь, все получится. Да, есть контакт. Теперь я посадил ее нормально. Я ее посадил немножко в эту сторону относительно линии. Хотя, смотря на линию, кажется, что я ровно посадил. А теперь меня уже вот это смущает. Итак, где я паял микросхему? РАЙ есть. Где я сдвинул микросхему? РАЙ есть. Либо это соседний вывод. Теперь я восстановлю эти резисторы. Ну, давай посмотрим, выходы есть. Ну, наверное, есть. Они никуда не должны деться, они на нормальном припое. Да, здесь есть. И здесь тоже есть. Теперь пытаюсь обратно установить резисторы. Думаю, даже без микроскопа справлюсь. Опять же, феном ничего здесь греть не буду. Как вы понимаете, это опасно. Опасно для моего времени. Вполне возможно, что она поработает. Но вдруг тут всего лишь один чипик. Но вдруг. Вдруг еще один чипик. Но, опять же, блин, паяя этот один чипик, ты два других сваливаешь. Черт побери с этой хренью. И 1.79. Идеально. Ну, и на входе тоже 1.79, точнее 2.2. Так. Смотрим где-то здесь. Ну, тоже как бы все нормально. Ну, теперь осталось только влоги посмотреть, что там дальше происходит. Ну, и райта проходит. Значит, то, что я сдвинул, поставил на место, все нормально. Но остальные сигналы должны пройти. А, проходит они или нет? Сейчас мы узнаем. 44 Асика. Было 47, кажется. А теперь 44. 44. Это означает, что вот этот, который я двигал, все-таки он того. Клок есть. На выходе клок. Тоже есть. О, рай. Вот смотри, опять же рай. Рай у него не проходит. То есть на входе у него нормальный рай. А на выходе, вот, блин, вот то, с чем я боролся вот здесь, вот к этому же я и пришел. Вот здесь уже нормальный рай. А тут... Ладно, блин, поменяю и тебя. Я не знаю, просто вот так сложно это все. Вот буквально одно неверное движение, и он у тебя сдвинулся. Одно неверное движение, да, вот здесь вот. Ну да, вот я его, кстати, и двигал. Я его, кстати, и двигал. И вот сейчас интересно, я вот низ поставлю 130 градусов. Я думаю, что я его сниму. И ты паяешь на... Не на этот сплав розетты. Хочешь сделать нормально. Ты паяешь на нормальный припой. А там температура повыше. И, блин, вот... А сейчас у меня вообще тут все будет в этой вот... В этой дырочке. То есть, если здесь мне еще было проще паять, и я, тем не менее, умудрился сбить этот... То вот в этой вот дырочке, ну, тут... Ты смотри, а? И вы знаете, ребята, мне его удалось очень аккуратненько счистить. Смотрите. Мне кажется, что это не баг, это у него фича, что у него кристалл прям вытирает из корпуса. Тем самым он напрямую контактирует с теплоотводом. То есть, нет еще прослойки пластмассы или компаунда, из которого он сделал. Напрямую идет, ну, через термоклей, естественно. На теплоотвод. Сейчас его же попробую обратно запаять. Ну, подготовив, естественно. Кстати, это тоже я так красивенько почистил. Прям видно квадратненькая окошка. Там можно кино смотреть. Ну, и здесь тоже. Красота! Мне прям самому нравится. Так, процесс пошел. Поднялось питание. 44. 44. 44. 44. 44. 44. И, возможно, я еще какой-то рядом сдвинул камушек. Поехали издалека. 0,8 вольт есть. То есть, тут на входе он есть. А на выходе его нет. Опять же, эти 0,08 вольт, но это означает, что он не запаян, скорее всего, нормально. Это, опять же, мои страхи нормально все прогреть. Боюсь, боюсь прогревать. Боюсь опять рядом что-то завалить. И, как итог, не догреваю. Итак, следующий запуск я уже проверил, что RA и с той стороны, и в ту сторону все нормально. Вернул резистор обратно. И теперь я должен видеть больше, чем 44 чипа. Хотя бы 44 с половинкой. Давай, 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 48. Но это, конечно же, не 63. Но это говорит, что мы где-то вот здесь встали. О, 49. Я чуть-чуть дернул, и стало 49. Или чуть прогрелось. Это очень плохо, кстати. Компонентов сбитых я не вижу. То есть, все в этом плане хорошо. Итак, вопрос в том, проблема в выходе этого чипа, либо во входе этого чипа. Для того, чтобы это понять, можно снять резисторчик один. Ну и теперь смотрим, что у нас будет. Так. Это у нас идет выход. И видим, что он есть. И смотрим теперь вход. Вход будет вот здесь. И он тоже есть. То есть, это означает, что от этого чипа сигнал сюда 100% проходит. Итак, смотрим, что вход данной микросхемы есть. А вот выхода данной микросхемы нет. То есть, проблема в этом. И проблема в том, что я потерял резистор. Я его так на один конец поставил. Но припой очень рыхлый, мягкий. И чуть-чуть его трогаешь, и он сваливается. Собака бешеная. Слушай, может здесь он нет? Я, кажется, нашел резистор. Запустил, запаял уже резистор. Действительно, я плохо припаял эту микросхему. Опять же, из-за того, что я боюсь это все сильнее нагреть, чтобы... Хотя, при температуре, при которой плавится мой припой, даже если она будет там на 20 градусов ниже, я в любом случае, если дотронусь до теплотвода, я его собью. Но все равно как-то психологически ты пытаешься сделать температуру как можно меньше, меньше и меньше. И, в общем, здесь действительно выходы не были нормально запарены. И давай сейчас посмотрим. Ну, сейчас они уже запарены. Ну, давай посмотрим, что тут на БО у нас творится. О, теперь то, что нужно. А вот здесь какая-то... Блин, а ничего, у меня все такие левые, что ли? 49. Но уже уверенно 49. Клок в идеале. Село у нас уже. Нет, оно не в идеале. Оно должно быть 0,9. А ну, здесь какое цело? А здесь какое цело? 1,3. Вот это вот нормальное цело. А здесь какое-то оно левое. 0,86. Кстати, я проверял, оно запаяно. Поменяю сейчас микросхему. Посмотрим, что будет. Я поленился выпаивать микросхему. Я ее просто прогрел немножко. Подвигал. Ну, как вы понимаете, это ничего не дало. Будем паять как следует. Итак, процесс вот-вот начнется. 49. 49, 49. 0,73. 0,73. Слушай, они, походу, все они не допаяны до конца. 0,73. И я думаю, что здесь проблема не в том, что они не до конца допаяны, а в том, что здесь на всей плате шелкография смещена относительно того, что должно быть. И на тех, что я сейчас уже паяю, я их смещаю немного к низу. А те, которые я паял до этого, я паял ровно. Да, и вот, кстати, можно посмотреть на заводской. Он тоже смещен к низу. То есть вот здесь вот этой линии не видно. Видно только верхнюю линию. А вот эти вот все я паял ровно. То есть здесь видно и нижнюю линию, и верхнюю линию. То есть его нужно сейчас снять и передвинуть вниз. И тогда он заведется. Итак, поставил чип. Заодно пошел по мусорке, поковырялся. Нашел чипы, которые я выкинул. Где-то должны быть еще пару чипов. Но что нашел, то нашел. Поставлю их в отдельную ячейку. Я здесь предполагаю, что здесь у меня еще вот этот чип плохо сидит. Но сейчас оно все пройдет. Дойдет до отсюда. И у меня также упадет ошибка. Давайте будем смотреть. Итак, было 49. Сколько будет сейчас? Наверное, либо тоже 49, либо больше. Варианта всего лишь 2. А нет, 50. Так, смотрим, где у нас 50. Значит, 49, вот он 50. Значит, это тоже не видится. Это тоже у нас не видится. Вот этот последний, который работает. Этот не работает. А этот я вроде не трогал. Это вроде бы родной. Да, это родной. Но, видимо, он тоже поплыл. Хотя, вроде как бы ровно стоит. Ладно, смотрим, что там по напряжениям у нас. Сейчас еще раз перезагружу. Флок есть. ЦО есть. Ра, естественно, есть. Иначе бы он вообще не видел. Здесь нету. Но не совсем правильно. Здесь, по идее, нолик должен быть. Да, тут какая-то... Хорошо. А этот? Ра, есть. Рассет еще не есть. Меня вот это смущает. Такое ощущение, как будто он не работает нормально. То есть здесь должен быть ноль. Итак, все запустилось. И результат есть. То есть я снял 50-й чип. Еще раз все аккуратненько почистил. Помыл. Поставил уже немного, сместив его вниз. И теперь все отлично. 52 чипа. Это не 63, но это 52. То есть это означает, что вот этот 50-й, который поменял. Окей. Этот, это родной. Я его не трогал. Он, естественно, тоже окей. И, скорее всего, этот окей. Это 52-й. А дальше уже что-то не окей. Но это ожидаемо, потому что те все остальные я тоже садил по центру. Ну, как положено садить. Что-то какой-то некрасивый. Но будем считать, что нормально. 1.3 нормально. Рай нормально. 0 нормально. Ресет 1.6 нормально. Смотрим тут. Ресет 1.6 нормально. Этот 0.93. Чего вы все на эти 0.93? Ненормально. Тут нормально. Тут тоже 0.92. Это тоже означает, что он не запаян. Здесь должно быть либо 0, либо 1.8. 0.93 может быть только на Клоке. Сейчас, опять же, будем уже возиться с этим. Да, это то, что я паял. И видно, что он стоит прямо по центру. Он должен быть чуть-чуть ниже. А попробую для начала просто его нагреть, сдвинуть. Но, скорее всего, это ничего не даст. Поэтому лучше не морочить судьбу за одно место. Аккуратно все снять. Почистить. Итак, момент истины. 53. То есть было 52. Это у нас 50, 51, 52, 53. Остался 54. У нас уже проблемы. И я, когда вот этот 52-й паял, или какой-то 53-й, так, я запутался. Он видит 53. Да, вот он 53-й. Я, когда паял вот этот, то я обратил внимание, что я его, честно говоря, не до конца посадил. Потому что, опять же, я боюсь перегреть, боюсь, что эти плотводы поплывут. И все вот эти вот боюсь, 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 приводят к плохим последствиям. Итак, 53. Значит, на выходе этого есть какие-то проблемы. Смотрим. Клок есть. Вот этого сигнала нет. Эх, достали. Нужно быть 1,3, да. Вторая есть. Этого тоже нет. Хотя его нету, наверное, отсюда его нету. Да, тут должно быть 0. Короче, это тоже не до конца посаженный. И раз это тоже нет. Еще один чип, и она должна завестись. Собака бешеная. Но, честно говоря, проблема, наверное, была в одном-двух чипах. А вот это вот все остальное раздуплил, вот это уже я сделал. Из-за того, что чуть-чуть пошевелил. То есть это уже, честно говоря, моя проблема. Грустно это признавать, но это так. Ура, ребята, это победа. 63 асика. Процесс начался. И это супер. Ошибок нет. Ну, а теперь, естественно, что ее нужно оставить на прогон. Посмотреть, как она вся будет работать какое-то время. Ну, да, здесь все классно, все хорошо. Естественно, температура сейчас начнет расти. Чип у меня без радиаторов, поэтому особо долго мучить их нельзя. И смотрим, 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 смотрим. Так, мне вот этот не нравится, 28-й. Но я тут ничего не трогал, 28-й. Это все родное. 53-й, 30. 53-й, это вот он. Хотя нет, 53-й, это следующий. Потому что тут до 62-й. А тут их реально 63. То есть от нуля начинается. Ладно, сейчас поставлю теплоотводы. Потому что, может быть, они перегреваются. И сами по себе глушат хэш. И потом на прогон. И там уже будет видно, если что, поменяю еще пару микросхем. Которые мало дают. Ну, а так, в принципе, все неплохо. Что меня, конечно же, радует. Но на самом-то деле, если бы не этот гребаный низкотемпературный припой, она бы давно была бы рабочая и с минимальными трудозатратами. Сейчас она немножко остынет. Я здесь все-все-все-все-все-все-все отмою. Потому что я засрал здесь все знатно. Хотя пока она теплая, нужно будет припаять теплоотводы. Сейчас еще раз включу. Подостоверюсь, что она видит еще раз все чипы. И после этого я уже нанесу клей. И поставлю ее на прогон. Естественно, после того, как клей высохнет. Да, все супер. 63 чипа. Но дальше я приклеил теплоотводы. Подождал, пока высохнет клей. И поставил на прогон. И плата без проблем отработала прогон. Отдал ее хозяину уже несколько месяцев назад. Тоже она без проблем у него работает. Что не может не радовать. На будущее, для того, чтобы как-то минимизировать подобные проблемы, я заказал себе вот такие вот насадки на фен. С более длинным соплом. И это сопло под углом 45 градусов. Мне кажется, это позволит держать корпус фена как можно дальше от остальных теплоотводов. Что минимизирует риск дотрагивания до них в горячем состоянии. Чтобы их сдвинуть. Ну и также заказал еще вот такой вот комплект сопел. Они еще более длинные. Ну здесь правда как-то некрасиво он согнут. Но надеюсь, что это только на фотографии. А те, что ко мне придут, будут просто-напросто идеальны. Они ко мне пока еще не пришли. И так я вот сейчас, честно говоря, думаю, что дата я заказал. Но просто себя успокаиваю. По-хорошему нужно просто проверять плату где-то рядышком на каком-то последнем чипе. И если видеть, что она сделана на низкотемпературном припое. Хотя мне таких плат вообще не попадалось. Это первое. То просто-напросто не браться за такую плату, а давать ее. Потому что одно неверное движение. И ты делаешь себе просто море-море работы. Ну и с данной платой тоже. Я думаю, там проблемный был один, ну два чипа. Вот так вот один зацепил. Потом еще один зацепил. Один просто попробовал. Интересно было. Просто остыла. Плата не остыла. А он взял этот чип, снялся. И из-за этого сам себе создаешь огромное количество проблем. Поэтому лучше за такую плату не браться, чем заниматься вот такой вот ерундой. Крепкого здоровья. Берегите себя. Не болейте. Ну и вот как этот фен выглядит. Точнее насадка на фене. И пока. Надеюсь, что из данного видео ты вынес для себя что-то полезное. И поэтому не забудь поделиться данным видео со своими друзьями. Поставить жирный лайк. Это очень поможет каналу в развитии. На канале огромное количество роликов по электронике. Два из них ты сейчас видишь на экране. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok